Всем привет! Мы снова в эфире, чтобы обсудить с вами самое интересное за последние дни. Похоже, казахстанцы уже привыкли жить в условиях карантина. Но и он скоро закончится. Осталось чуть больше недели. Предпосылок к его продлению пока нет. Все эти дни чиновники продолжают отчитываться о том, что показатели заболеваемости коронавирусом у нас снизились. А значит, ограничения пора снимать. Но вопросы у нас остаются. Какой будет жизнь после карантина? Какие санитарные требования останутся? К примеру, будут ли нас и дальше штрафовать за отсутствие масок? Сейчас обо всем поговорим. Но сначала поставьте видео на паузу и проверьте, подписаны ли вы на канал. Это поможет вам не пропустить следующее видео. Спасибо заранее. А теперь поехали. Все самое важное министр здравоохранения озвучил на последнем брифинге. Давайте начнем с ключевой цитаты. Пик прошел и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения. Как мы уже говорили в прошлых выпусках, речь, скорее всего, идет еще о первой волне эпидемии. Дождемся ли мы второй осенью и какой она будет, сейчас не может предсказать никто. Интересный момент, кстати, что на брифинге министр прямо сказал, что никаких прогнозов сейчас Минздрав не делает, но наращивает мощности на всякий случай. Увеличивает количество коек, закупает кислородные аппараты и тест-системы. И в самом деле делать прогнозы занятие неблагодарное. Министерство уже не раз обжигалось, называя цифры. В последний раз это было в мае, когда главный санитарный врач страны Айжан Исмагомбетова заявила, что до конца месяца ожидается около 5400 случаев заболевания. На деле же, 31 мая, их было ровно в два раза больше. А сейчас общее количество заболевших приближается к 100 тысячам. И это без учета случаев пневмонии. Озвучь пару месяцев назад Минздрав такой прогноз, он бы всех шокировал. А сейчас в целом ситуация воспринимается спокойно. Действительно ли пик заболеваемости уже прошел, мы до конца не уверены. Но в том, что кризисная ситуация миновала, сомнений меньше. Еще недавно соцсети пестрили историями о катастрофической нехватке аппаратов ИВЛ. И о том, что стационары забиты, скорая помощь не приезжает, в аптеках нет лекарств, а лаборатории прекратили проводить тесты. Сейчас же все встало на свои места и можно выдохнуть. Спокойно взглянуть на происходящее и подумать, чего ожидать в ближайшие дни и месяцы. Как бы дальше не развивалась эпидемия, к нормальной жизни с учетом новых реалий нам уже пора возвращаться. То, что скорее всего перекочует из карантинного периода, это обязательное ношение масок. Статья административного кодекса, в которой прописан штраф, существует давно. Будут меняться постановления санитарных врачей. Но раз уж все вокруг говорят, что коронавирус с нами надолго, то и маски из-за этих постановлений никуда не денутся. Будут корректироваться условия и добавляться новые исключения, как это произошло недавно. Минздрав перестал требовать носить маски всем и везде. Теперь их можно не носить детям до 5 лет. Во время занятия спортом, на прогулке с соблюдением дистанции, если речь идет о членах одной семьи. В местах общепита на открытом воздухе, опять-таки с социальным дистанцированием. А также тем, кто имеет медицинские противопоказания. Вот только в самом постановлении эти изменения поместились всего в два абзаца. И там нет информации о том, как именно мониторинговые группы будут проверять возраст детей. Нужно ли будет родителям иметь при себе свидетельство о рождении? То же самое с членами одной семьи. Придется носить с собой свидетельство о браке или справку о составе семьи? Да и как по факту будут замерять ту самую дистанцию во время прогулок, когда люди постоянно двигаются? Еще интереснее ситуация с медицинскими противопоказаниями. Никто пока не назвал перечень заболеваний, при которых маски можно не носить. Понятно, что речь идет об асматиках и людях с хроническими болезнями органов дыхания. Но входят ли сюда, к примеру, аллергики? Да и потом, учитывая коррупцию в сфере здравоохранения, сегодня любой человек может за деньги сделать справку и приписать себе болезнь, чтобы избежать штрафа. Все эти вопросы обязательно должны быть проработаны Минздравом. Иначе требования работать не будут. Фактически сейчас может получиться так, что людей будут штрафовать без законных оснований. А речь идет об огромной для многих сумме – 83 тысячи тенге. Правда, если заплатить в первую неделю, то можно получить скидку в 50%. Это не нововведение. Автомобилисты знают, что такая возможность оплачивать только половину штрафа была и до карантина. И тут у нас двоякое мнение. С одной стороны, хорошо, что сумму можно уменьшить. С другой – недели будет явно недостаточно, чтобы оспорить штраф в суде. Поэтому многие просто не рискнут доказывать свою правоту и заплатят штраф, пока есть возможность обойтись малой кровью. Причем, по последним данным, за время карантина в стране уже штрафовали почти 3,5 тысячи человек. Конкретно для Казахстана 83 тысячи тенге – действительно большая сумма, учитывая уровень доходов населения. Для сравнения, в странах Европы штраф за аналогичное нарушение меньше. К примеру, в Германии эта сумма – 25 евро или 12,4 тысячи тенге. Во Франции – 34 тысячи. В Испании – около 50 тысяч. В Польше – 55 тысяч тенге. Есть, конечно, и обратные примеры. В Бельгии нарушителей штрафуют на 124 тысячи, но рекордсмен в Европе – Австрия. Там ношение масок обязательно в общественном транспорте, в аптеках, больницах и в сфере предоставления услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию, как, например, в парикмахерской. Нарушителям могут выписать штраф до 3,6 тысяч евро или 1,4 миллиона тенге. Среди азиатских стран довольно высокие штрафы также в Гонконге – порядка 270 тысяч тенге. Если говорить о странах СНГ, то тут разница еще более ощутимая. В Украине штраф от 2,5 тысяч – почти до 4 тысяч тенге. В Узбекистане – от 9 тысяч тенге. В Таджикистане – примерно от 5 тысяч до 12 тысяч тенге. В Азербайджане штраф в районе 25 тысяч тенге. И России – почти 29 тысяч тенге. Получается, что во многих странах, где показатели зарплат в несколько раз выше казахстанских, штрафы меньше, чем у нас. Чем это объяснить? Во-первых, это желание властей действовать жестко. Причины на это есть. В целом, казахстанцы показали себя, как не самый дисциплинированный народ. Да что говорить, некоторые люди до сих пор упорно не верят в существование вируса. Или же думают, что он создан искусственно, и его контролирует некое тайное правительство. А вот вторая причина, по которой власти могли ввести такие огромные штрафы, может оказаться банальной. Бюджету не хватает денег. Но надежда на то, что размер штрафа существенно снизят, есть. На этой неделе Министерство юстиции предложило пересмотреть административный кодекс и снизить наказание за отсутствие масок в 30 раз. С 83 до 2800 тенге. То есть до одного МРП. И эта норма уже прописана в концепции проекта закона, который, надеемся, дойдет до парламента, когда депутаты вернутся из отпуска. В тексте так прямо и говорится, что штрафы необходимо снижать, потому что у людей нет денег. Цитата из документа. Вместе с тем, размер штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в части обязательного ношения медицинских масок является непосильным для граждан и требует пересмотра. В общем, тут скрестили пальцы и ждем. А пока этого не случилось и пока Минздрав не дал полных разъяснений, кому и где нужно носить маски, можем посоветовать только одно. Руководствуйтесь не только законами, но и здравым смыслом. Носите маски везде, где это возможно. Так и от вируса убережетесь, и деньги сбережете. Но о штрафах мы еще сказали не все. Если физлицам выписывают протоколы на 30 МРП, то юридическим за нарушение санитарных норм грозит наказание намного более суровое. Напомним, что штраф для субъектов малого предпринимательства – 230 МРП или 639 тысяч тенге. Среднего – 310 МРП или 861 тысяча тенге. Крупного – 1600 МРП или 4,4 миллиона тенге. Согласитесь, для бизнеса очень ощутимые суммы. Особенно сейчас, после нескольких месяцев простоя. А что государство делает, чтобы помочь предпринимателям? Здесь основных мер поддержки немного. И основная – это отсрочка по кредитам. Уже известно, что ее дадут на 3 месяца – с 3 августа по 1 октября. В первую очередь поддержку получат представители отраслей, оказавшихся под карантинным запретом. То есть владельцы развлекательных заведений, салонов красоты, туристических агентств, крытых рынков и крупных магазинов, фитнес-центров, частных детских садов и так далее. И тут хорошо, что процедуру оформления отсрочки максимально упростили. Предпринимателям нужно будет подать заявление в произвольной форме в кредитную организацию и ждать. Его обещают рассматривать не больше двух дней. Причем подтверждать ухудшение финансового состояния не нужно. Представители других отраслей могут подать заявление на отсрочку до 15 сентября. Но вот тут придется доказать, что из-за карантина денег в компании не осталось, чтобы платить по счетам. Тут уже к каждой заявке будут подходить индивидуально. И если ее одобрят, дадут отсрочку также на 3 месяца. Поможет ли это бизнесу остаться на плаву и какое количество предприятий доживет до снятия ограничений? По данным независимой аудиторской компании KPMG, с момента введения карантинных мер около 300 тысяч предпринимателей заморозили свой бизнес. В целом финансовое положение ухудшилось у миллиона предпринимателей. В основном в сфере услуги торговли. Более полтора миллиона сотрудников были отправлены в отпуск без содержания. В реальности, как нам кажется, эти цифры могут быть больше. При этом очевидно, что чистка в бизнес-сегменте неизбежна. Закроются неконкурентные компании. Те, что едва сводили концы с концами, не смогли набить подушку безопасности на случай вот таких ситуаций. Может это даже и хорошо, вот только кризис поглотит немало молодых и перспективных предприятий, которые еще попросту не успели встать на ноги, чтобы держать удар. От срочка по кредитам вряд ли их спасет, потому что после эпидемии денег станет меньше не только у них, но и у их клиентов. Нужны ли дополнительные инструменты господдержки? И нам кажется, что вскоре их анонсируют. Пока власти заняты борьбой с вирусом и точного анализа состояния казахстанского бизнеса еще никто не сделал. Но когда вскроются страшные цифры, что-либо делать будет уже поздно. Предпринимателей нужно начинать спасать уже сейчас, так как все эти годы государство способствовало развитию бизнеса, и в нем сконцентрирована немалая часть дееспособного населения. В крупных городах больше половины жителей задействованы в структуре МСБ. Мы надеемся, что нас услышат не только подписчики, но и чиновники. А вот какие решения они примут после этого, узнаем скоро и расскажем об этом в следующих выпусках. Расскажите, что думаете обо всем этом в комментариях. Нам важно знать ваше мнение. Все, пока, до встречи.